Капитан Дворник к стрельбе готова! Рядовой Слирова к стрельбе готова! Прапорщик Леонтьева к стрельбе готова! В руках автомат. Задача – поразить мишень. Это не учение, а один из этапов конкурса «Леди в погонах». 15 девушек соревнуются в умении стрелять и бросать метко гранату. Огонь! Сдачу нормативов по физической подготовке участницы прошли еще в феврале, а затем месяц репетиции. По условиям конкурса нужно уметь не только точно стрелять, но еще и красиво пройти по подиуму. Татьяна Калмыкова признается, что очень волнуется, но своим соперницам желает только удачи, ведь за время подготовки к конкурсу девушки стали подругами. Мы друг другу безумно помогаем в любой ситуации. Где-то кому-то что-то там не хватает заколочки, какой-то обуви, еще что-то. Мы друг другу помогаем, поддерживаем, потому что каждая девочка из разных бригад, и мне кажется, наоборот, мы – это коллектив. Пять часов они пели, танцевали, читали стихи собственного сочинения и признавались любви к своей работе. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного кулинарного конкурса. В армии говорят – служба службой, а о вкусном обеде забывать нельзя. Грациозные, манящие, легкие – этим девушкам зааплодировал стоя. Защитники Отечества с легкостью согласились – не автомат, а красота спасет мир. Самое главное то, что это у нас все-таки женщина, и неважно, в погонах она или нет, она все равно остается женщиной. Но я так думаю, что, наверное, победительница будет самая умная, самая красивая, самая спортивная, потому что один из критериев оценки – это еще была стрельба, так как это все-таки конкурс девочек, которые служат в армии. Главная армейская красавица жюри выбрала 25-летнюю Евгению Котепову. Кроме титула «Леди в погонах-2014», она выиграла главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Документы на машину Евгения уже получила, так что вскоре «Леди в погонах» сядет за руль собственного авто. Юлия Бернацкая, Александр Бугаков и Александр Засухин. Панорама.